Здравствуйте, меня уже представили, уже говорили, я сотрудник FreeBSD Фондейшн, и собственно с этим связана та история, которую я хочу рассказать. Рассказывать я буду о своих впечатлениях, то есть это не наполовину технических докладов, наполовину воспоминаний о том, как мне пришлось участвовать во всей истории, связанной с Мурдалом. Примерно, значит, как я планирую все это делать? Короткие вопросы вы можете задавать сразу, но сам доклад структурирован на блоке, поэтому большие вопросы или обсуждения, которые, я думаю, будут, вы можете, ну, пожалуйста, отгадывать это до конца блоков, будет видно, когда можно будет задавать вопросы. Значит, примерный план доклада – это короткое введение, ну, короткое напоминание, что такое Мурдал, короткое, опять-таки, обсуждение, какой способ интегации, то есть преодоление этой проблемы будет предложено для всех операционных систем универсальных. И потом я буду уже, собственно, обсуждать, как оно реализовано во FreeBSD, какие последствия от этого фикса и какие оптимизации и последующие работы с этим фиксом будут продолжены, потому что эта история на самом деле тянется и будет еще продолжаться, она еще не заканчивается. Значит, я просто хочу понять аудиторию, что такое Мурдал, вы знаете, понимаете, да, то есть суть, в принципе, проста, дело в том, что микроархитектурное состояние, которое, вообще говоря, не видно на уровне инструкции, на самом деле, на уровне инструкции можно получить, отчитать. То есть вы можете понять, какое состояние кеша после выполнения определенных операций, какое состояние бранч-предикторов и прочих элементов, которые, вообще говоря, не описаны спецификациями, которые участвуют в работе процесса. В частности, если у вас есть какая-то операция, то она, скорее всего, будет влиять на состояние линии кеша. Она затрагивает память и, соответственно, линия кеша будет загружена в кеш-процессор. Второй важный момент – это то, что современные процессоры спекулятивно исполняют код. То есть, несмотря на то, что этот код, непонятно, будет нужен или не будет нужен, но процессор, когда ему нечем загрузить в текущий момент исполнительное устройство, он пытается заглянуть вперед и выполнить те инструкции, которые, возможно, понадобятся. Поскольку эти инструкции исполняются, то они точно так же меняют микроархитектурное состояние процессора. Какие-то линии кеша загружаются, какие-то дополнительные триггеры устанавливаются, и на это можно посмотреть. Это общая идея, которая стоит за всеми вариантами проблемы, которая называется спектр, которая была, как говорится, гуглем и регистрируемыми исследованиями. Но в случае с Intel есть еще одна дополнительная деталь, которая привела к значительно большим проблемам, чем просто сам по себе спектр может представить. Это то, что Intel, когда выполняет спекулятивное исполнение, игнорирует права доступа к памяти, которые существуют у этих спекулятивно доступных страниц. То есть, грубо говоря, если вы создали поток инструкций, которые спекулятивно обращаются к ядерной памяти, то эта память будет обработана, и вы, соответственно, потом, заглядывая внутрь процессора, можете понять, что было записано в памяти Ядра. То есть, это не самое простое мероприятие для того, чтобы его осуществить, но на современных процессорах прототипы показывали скорость чтения от нескольких десятков килобайт до нескольких сотен килобайт в секунду к ядерам. То есть, грубо говоря, любая страница, поскольку любая пользовательская страница на современных архитектурах от мапы на также хитро, так называемая дарек мэм, то получается, что вы можете прочитать любую память, там, ключи, пароли, все, что угодно. Зашифрованные потоки до того, как они зашифрованы в СССР. То есть, все это вам доступно. И, в отличие от других вариантов спектра, когда, ну, я до сих пор не знаю существование прототипов, которые бы позволяли надежно читать память визатора, там, существуют прототипы только для чтения из того же адресного пространства. То есть, грубо говоря, скейтинг позволяет вам в браузере с помощью жалостника прочитать и придут, ну, там, что-то, что относится к другой фактору. И он вот так, в браузере. Но в браузере он сравнительно легко реализует. То есть, у нас человек, который реализовывал прошлый концепт, сделал это где-то дня за три, после описания появлезного пространства. То есть, это достаточно серьезная вещь, и, к сожалению, процесс, которым она была объявлена публике, которым произошло уведомление разработчиков операционных систем, и, вообще, вся структура того, как это происходило, оставляла желание гораздо, гораздо лучше, чем оно было, на самом деле. Значит, очень часто задаваемый вопрос, а какие процессоры подвержены этому самому бельгану? Да. Ну, про спектр, я говорить вообще не буду, потому что, про спектр, первый и второй вариант, ответы всех процессов. Фактически все. Но да, но ответ гораздо более сложный, потому что, просто потому что Intel до сих пор не предоставил четкой формулировки, что он сам думает по этому оборудованию. А тесты обладают одной очень неприятной особенностью. Когда они говорят «да», то есть «да», удалется читать испанник, это понятно, ответ тут ладно с выращивать. А когда вас не получается читать испанник, то, может быть, это проблема в тестовой программе, а не в отсутствии уязвимости. Но поскольку вам приходится обращаться к микроархитектурному состоянию, то вы должны учитывать очень-очень большое количество деталей специфичных для бюджетной модели процессоров. Например, латентность доступа к первому или второму открытию кэша, даже какой тип памяти у вас, какие задержки между открытием строки и чтением его строки, какая частота у процессора. Поэтому, грубо говоря, у нас есть тестовая программа, которая выложена, открытый доступ, которая, в принципе, позволяет ответить на этот вопрос. Но для каждого конкретного процессора, в принципе, там нужно подбирать параметры для того, чтобы даже на процессорах, про которые мы знаем, что проблема есть, просто получить ответ «да». Но, тем не менее, она работает, и результаты, которые мы с ее помощью получаем, согласованы с тем, что мы знаем, в принципе, то, что будет. Как вы видите на слайде, практически все скоростные интеллоские процессоры подвержены этой штуке. То есть, это, ну, я лично не тестировал Corel 2, и понятия не имею, что происходит с Pentium 4, но все процессоры, начиная с 2009 года, то есть, Михалин и более вставший вход до последних Каби-Лейк, Канн-Лейк, все задержат в себе эту проблему. Про атомы непонятно. То есть, Intel официально ничего не сказал, но в последней, в самой последней генерации атомов, ну, называемая «Кульфтаун», они выпустили обновление firmware, которое рапортует, что «милдаун» в этой микроархитектуре не работает. Опять-таки, это не проверялось, но есть какие-то слухи. И поскольку это самые новые, наиболее аутофордер атомы, то есть подозрение, что более старая атома тоже у нее подвержена проблему. AMD официально сказала, что «милдауны» не работают, я не проверял. И, как ни странно, самая быстрая армия взяла по форту армия тоже не имеет никакого проблему. Я удивился тогда, не на этом оказали, но стал очень много вопросов. Значит, как эта штука обходится? Смотрите, для того, чтобы прочитать содержимое странице, неважно, спекулятивное исполнение или нормальное исполнение, страница должна быть хоть как-то отмахнутой. Хоть как-то. То есть у нее могут быть неправильные разрешения доступа, она может специфицирована как доступный только библиотран, но отображение должно существовать. Поэтому решение достаточно очевидное. Это давайте не будем отображать те страницы, которые для нас чувствительны, когда мы выполняемся в режиме пользователя. Вот у нас есть на современных архитектурах адресное пространство поделено примерно пополам. Когда оно не пополам, пользователя отдается очень больше, это очень меньше, но это не важно. И до того, как мы отдавали только фикшн, это было обычное дело. Пользовательский режим не мог добраться до ядра просто потому, что... Не знаю. Пользовательский режим не мог добраться до памяти ядра просто потому, что права доступа завещали обращение к страницам, которые красными обозначены. Права доступа приводили к пейшму, которую операционная система обрабатывала и завершала приложение. Но по независимым причинам для линукса начали разрабатывать большой плач, который назывался кайзер. Связан он был с тем, что у линукса есть так называемая митигейшн, которая обеспечивает рандомизацию адресного пространства ядра. То есть текст, данные, стеки, общие локации стараются рандомизировать. Базовые адреса в пространстве ядра пытаются рандомизировать. Оказывается, что вот эта штука, она называется KISLR. Она неэффективна, но любую ISLR, на самом деле, не эффективна. Но KISLR был эффективен особенно, потому что утечек базовых адресов в структур данных ядра очень много. То есть их практически невозможно залатывать. И Кайзер пытался решить эту проблему именно за счет того, что он вообще не мапил ядерные структуры в пользовательском режиме. То есть они начали с этим работать, потом сообразили, что на самом-то деле у них есть возможность прочитать любые данные, попробовать прочитать любые данные в ядре за счет утечек адресового состояния. И когда они начали с этим работать, они, во-первых, получили данные, получили концертные данные, а во-вторых, поняли, что то, что они делали, решает не какую-то возможно важную проблему того, что S&P и S&R не работал, а он решает совершенно личную тюрьму, которая позволяет делать с машины практически все, что угодно. Началась эта разработка сравнительно давно. Вот сколько я знаю, Кайзер, первые статьи про Кайзер появились где-то по году полтора или два назад. Примерно, да, мы сообразили, примерно в прошлом летом, примерно тогда, что когда СПЕКТ, ну разработчики, исследователи СПЕКТР поняли, что это такое. Достаточно неприятный момент в истории состоял в том, что, ну вот, я вам сейчас рассказал практически все, что мне объяснили примерно вот где-то с числа 25 декабря прошлого года, когда эта вся история еще не выпустилась целиком дороже. То есть мне объяснили, что такое Кайзер, ситуация, когда мы не отображаем адресное пространство ядра в пользовательском режиме, и объяснили, что микроорхитектурное состояние позволяет читать любую память в интернете. Все. Это был тот матьбон, грубо говоря, это был лесный кострок версии Канада. Это весь материал, который позволил мне начать работать над фиксом проблем. Но когда, то есть, как вы понимаете, делалось это все под новую куточку, мы уже не думали, у нас было веселого нового года. А когда мы начали выпускать наш фикс, то есть, выпустили первый тестный патч, когда другие PSD начали реализовывать аналогичную профессиональность, произошло то, что называется «покушит шторм». То есть, некоторые люди, вот, там, Дэнки Минский, я не знаю, так, это твиттерные аккаунты, ну, настоящие ученики, допустим, не давалось им тебе подпуск, спустили то, что называется «шит шторм». И начали почему-то требовать, как это называлось, «аннотокдович» за потребитель. В общем, большой сплак, то есть, большую идейную составляющую, которую мы взяли из «Лимукса», и которая позволила нам реализовывать всю дискуссию. Они считали почему-то, что вот эта идея сама по себе требовала. То есть, у меня, причем, я считаю, не о том, что у меня этот «Олдаун» является важным достижением в сфере компьютерной безопасности, он таковым является. А то, что идея убрать в структуре ядра из отображения в процессе является какой-то нетривиальной мыслью, то есть, как Эльдал объяснёт кому-то, является нетривиальной мыслью и является очень существенным вкладом соответствующих людей в общее состояние индустрии. То есть, я не знаю почему, то есть, зачем это всё делалось, то произошёл такой всплеск, я не знаю, ну, хватит назвать это эмоции, которые, опять-таки, я поднял достаточно много времени и сил, и людей, которые, вместо того, чтобы заниматься, ну, своим фиксом, а, по крайней мере, в помощи людям, которые реализовывали фикс, пытались отбиться от этого арома. Очень понятно, что такое PTI, что такое мелдаун, как он фиксит за вопросами этого арома. Ну, по сути, этот слайд, ну, повторяя то, что я нарисовал на предыдущем, то есть, идея в том, что у нас реализация, ну, вместо единого адресного пространства, то есть, одной таблицы страниц, которая отображает ядро и пользовательское пространство, начинает предоставлять две таблицы. Одна таблица точно наказывающая, как старая. В ней содержится и пользовательское, и ядерное отображение. Почему вообще так делается? Почему, когда мы находимся в ядре, мы оставляем замопленное пользовательское пространство? Потому что ядру надо обращаться к другому пользователю. Например, когда процесс генерирует систол read, вы указываете адрес какого-то бухера в пользовательском адресном пространстве, из которого надо читать. Соответственно, ядро каким-то образом должно замапить страницу этого бухера для того, чтобы его прочитать. Но если у нас адресное пространство пользователя уже присутствует, нам ничего мапить не надо, мы просто туда обращаемся с определенной защитой для того, чтобы пачку отрабатывать и все остальное дело. Но главное, что нам не нужно переключать контекст и переключать это прошивание. Поэтому вот это единое адресное пространство пользователя и ядра важно просто для обычных проектов. для того, чтобы купиться нормальной производительностью от системы. Итак, это старая таблица. А новая таблица содержит в себе только пользовательские данные, плюс минимальный код и данные, которые достаточны для того, чтобы переключиться при переключении из пользовательского ядерного пространства, для того, чтобы переключиться с минимальной таблицы на полную таблицу. Код, который делает это переключение, называется трамповар. То есть, что это такое? Это та же точка входа в ядро, которая и была раньше, но теперь, представьте, обычных своих действий, там, ну, заманить регистры, переключить базу, что-то еще начать делать, найти систол, который от нас попросили выполнить перепрыгнуть на него. Мы сначала должны переключить таблицы, переключить регистр, который содержит в себе базовый физический адрес таблицы «Стенец». Что должно находиться в трампо-лайне? Ну, отображено в трампо-лайне, в ядро. Во-первых, ну, пользовательское адресное пространство, я уже не сказал, системные таблицы, которые определяют работу процессов. То есть, например, таблица векторов прерыва, она нужна в чемпице. Потому что, когда прерывание происходит в решении ядра, в решении пользователя, процессор как бы от имени ядра с правами доступа ядра доходит элемент в таблице электронного управления, загружает его в счетчик и мак, переходит в первое направление. При этом же процессор на стек ядра сохраняет минимальный аппаратный контекст пользовательского исполнения. То есть, мы портим еще чекоман, который мы пользуем. Поэтому мы его должны где-то сохранить. Сохраняем его прекрасно в стеке, который живет в решении ядра. На X86 есть такая структура данных, называется LDT. Это возможность для пользователя определять свою сегментацию. То есть, грубо говоря, базы или нормы. Дескрифторы для беседменных рекистров. В смысле, опять-таки, когда пользователи обращаются к этим секретным рекистрам, тюрица дескрифторов используется как бы от имени ядра, она должна быть обращена на данном решении. Еще одна вещь, которая обязательно нужна в трампа-лайне, это PCP. Расшифровывается Persecute. То есть, процессор, когда переключается из режима ядра, то есть, режима пользователя, режим ядра, должен понимать, что это за процессор. То есть, грубо говоря, мы сейчас выполняемся на ЦП-10, мой ID-10. Мои структуры расположены там. Вся эта информация находится в PCPU. И поскольку трампа-лайна, это такой же системный блок, как это, оттуда странного ядра в СИГУ должна присутствовать в отопрошении пользовательской части. И, конечно же, сам блок трампа-лайна. То есть, тот, который будет исполняться в вечальный момент, до того, как все ядерное пространство будет отопрошены. Я когда очень быстро попытался объяснить архитектуру переключения контекстов, но надеюсь, что с не очень большим количеством технических слов, то есть, оно, по крайней мере, было понятно. Теперь будет немножко больше подробностей об этом переключении контекста. Что происходит, когда вызывается инструкция SISCOL, то есть, вызов SISCOL на AMD64? Все, что процессор делает в этом случае, это, на самом деле, ну, по большому счету, некоторые детали я, конечно, обращу, но, по большому счету, все, что происходит, это происходит переключение режима процессора в системы, то есть режим ядра, и загрузка нового счетчика корня. Все. То есть, мы, смотрите, мы остаемся на старом стеке. Мы остаемся с загруженным регистром, которое было при выполнении пользовательской программы. Мы остаемся с указателем, ну, то, что называется DLS, сред-local-stand, то есть локальные переменные нитки, которые были загружены в пользовательском конкурсе. То есть ядро фактически не понимает, в каком состоянии оно находится. Это была, то есть оригинальная идея AMD была, что давайте откажемся полностью от сегментации, давайте сделаем очень быстрое переключение контекста в ядерный режим на AMD64, и все будет хорошо и быстро. Но когда, ну, по анекдотам, когда Microsoft попыталась реализовать систему вход в ядро для Windows на AMD64, они просто смогли это сделать. Потому что вот это состояние процессора и позволяет нормально реализовать систему. Вот здесь будет. Соответственно, AMD пришлось уже в последние моменты, ну, генерализации архитектуры добавлять как? Они восстановили, частично восстановили сегментацию. То есть на x86 есть шесть сегментных регистра. Вот два дополнительных сегментных регистра, FS и GS, появились, когда появился красиво-убитный защищенный режим. Вот AMD для AMD64 сказал, ладно, не получилось, вернем к FS и GS обратно для AMD64, из-за того длинного режима. И локальные данные нитки во всех операционных системах, которые я знаю, реализованы как... То есть база регистра ШС указывает на локальные данные нитки. Когда ядро входит, ну, попадает, получает управление после переключения контекста, оно использует специальную инструкцию добавленную AMD, которая называется SwapGS, которая позволяет просто переключить два регистра. Есть базовый адрес локальных переменных пользователей и ядро, и инструкция SwapGS просто переставляет эти два регистра места. То есть, вот после того, как SwapGS выполнил, обращение к базе TLS производит обращение к ядерным данным. То есть, смотри, мы получили управление после C-Center, делаем SwapGS и мы уже знаем, где мы. То есть, какой процессор, где находится СД, когда сохраняют регистру, то есть, мы уже понимаем, где мы исполняемся и что мы можем делать. Проблема с этим, наоборот, если кто-то знает, что такое SatiUid, он уже понимает, что в чем проблема. Проблема в том, что вы не знаете, сколько раз вы до данного момента выполняли SwapGS. Если вы выполните SwapGS лишний раз, и вы вернетесь от ядерного, а вы пользуетесь. А это мгновенный рут. Потому что по ЦПУ-то настолько фундаментальная структура данных, что позволит пользоваться, даже не просто контролируя базовый адрес этой структуры, выдаёт вам локальный рут по машине мгновенно. И во многих операционных системах находились проблемы с этим связанным. Почему они находились? Потому что, например, когда вы возвращаетесь в пользовательский контекст, что вы должны сделать? Вы должны сделать SwapGS. Правильно? Вы должны вернуть базовый адрес этой структуры. После этого вы можете выбрать инструкцию «Возвратность требования». Если, например, инструкция «Возвратность требования» фолтится, потому что пользователь каким-то образом манипулировал своим контекстом, дизайн неправильно, как текст, если вы попадёте в ядер на запах, вы попадёте в обработчик этого фолта, то у вас CSPS будет указывать на пользовательскую базу. И вот этот обработчик фолта должен очень хорошо понимать, как его попали из ядра или из пользовательского режима. Сделать это очень часто в отрывках, потому что там происходит нагромождение состояния, и развернуть его назад – это достаточно большая проблема. Ещё один пример – это НМА. То есть НМА – структурный интеракт. Оно происходит иногда угодно. То есть, если, например, оно произошло, когда мы уже зашли в гидроку, то есть из Кола, до того, как мы приглашали SLAP-6, мы опять-таки выполняем обработчики НМА с гибрабельной базой. То есть вот таких проблем с этим SLAP-6 огромное количество, и это, на самом деле, самая-самая глупая вещь, которая существует в НМД-6. Постоянный источник багов, и причина того, что вход входа в хедро на НМД-64, это раза в 3-4 длиннее, чем на ИК-186. Вопросы поднимают. А теперь смотрите, кроме того, чтобы переключать это состояние базы, нужно ещё переключать какую-то страницу. Понимаете? То есть у нас всё вот это состояние выросло в квадрат. У нас было какое-то количество состояний, а к этому количеству состояний добавилось ещё 1-300, наверное, на ядерной такой цепи, на таблице еды. Ну, проблема вообще. Достаточно прочая огромная. То есть что мы должны сделать, когда мы теперь захворим этот балл? Вы должны переключить баф, переключить таблицу страниц. Но каждый из этих атрибутов может быть индивидуально уже в правильном состоянии или нет, в зависимости от того, с какого места мы пришли в данный формат. Кроме того, что вы ещё должны сделать? Вы должны скопировать фрейм, то есть то минимальное состояние, которое аппаратура сохранила на стеке, нормальный стек. То есть мы не хотим маппить нормальный стек в пользовательской таблице страниц. Вы знаете, что существует огромное количество security фиксов, когда фиксят утечку одного слова из ядерного стека в операционной системе. А тут у нас менедаун позволяет читать практически весь стек, который мы имеем. То есть мы не хотим этот стек маппить. Поэтому мы маппим минимальный стек. Ну реально сначала я пользовался восемь двойными словами, использовав, потом оказалось, что надо было лучше десяти двойными словами. Но всё равно это абсолютно минимальный стек, который нужно скопировать на нормальный стек едва. Смотрите, как мы его помним. Мы отображаем только пользовательские данные, мы отображаем этот стек для трамполайна, но потом мы переключаем на противостояние. Вот беленькое это то, что не отображено, а зелененькое это то, что отображено после переключения. Мы должны выяснить, сколько на самом деле зло сохранено на трамполайновом стеке. Это опять-таки не константно. Потому что некоторые исключения сохраняют код ошибок, а некоторые не сохраняют. Кроме того, может быть такое, как я сказал, мы на самом деле возвращались из фолта, но при возврате произошел фолт. Это нормальная ситуация. То есть на этом трамполайновом стеке может быть разное количество данных, которые нужно скопировать. Мы его копируем на нормальный стек, опять-таки, в зависимости от состояния. И важно не ощупиться, потому что если мы скопировали недостаточно много, то мы потеряли состояние, мы потом не сможем унуться против этого пространства. Вопросы по этой части? Так вот что я могу сказать, что годирование вот этого всего заняло порядка недели, а потом еще где-то неделю происходила отладка. Отладка была основной тем, что любая ошибка вот в этом коде приводила к тому, что машина просто резетилась. elemento отсутствует компонентное и он такой же делается. Почему? Потому что, для того чтобы, например, адропортовать проходе исключения процессору нужно сохранить активное состояние степ. Если степ не заматлен, то при попытке сохранить это состояние происходит пачковать это так называемое состояние даббл фолк. При дабл фолте машина пытается сохранить состояние для того, чтобы отрапортовать дабл фолт. Стэк не замаблен, поэтому происходит так называемый трипл фолт. В трипл фолт аппарат, например, специальный проводок есть, приводит помышную машинализацию. То есть, грубо говоря, если что-то не работает, ошиблись хоть в чем-то, мы пытались это сделать, то есть, когда машина использует черный панк, машина перегрузилась. То есть, реально, способ отладки, это всего-то правду, это остановка бесконечных циклов, для того, чтобы понять, как далеко прошло исполнение. То есть, например, обработчик пич-пол. Первая инструкция – это джанк на себя. Если машина зависла от нее перегрузилась, значит, обработчик пич-пол нормально ослепован. Значит, что вот все эти таблицы ЖДТ, ЭДТ, ЦУКО, нормально отбавлены. Прошли, поставили джанк на себя через некоторое количество инструкций, например, после копирования стэк. Если зависли, значит стэк нормально остались. Если иметь на трассе этого, значит, что-то там пошло не так. Это заняло порядка недели с компониментом тех видов, которые я показывал в самом начале. Ну, и, конечно, это все не могло не повредить на брендинге. Почему? Потому что на каждом переключении из ядра в пользовательский режиме обратно мне нужно прежде всего класшить LB. То есть, тот кэш, который сохраняется для отображения записи об обложении из 13. Сама операция флаша LB на интеллостных процессов достаточно дорога. То есть нам, грубо говоря, ну, вряд ли в суд, в суд как-то. Он занимает сам по себе флаш LB. Загрузка LB после отчистки на самом деле гораздо быстрее, чем этот отличальный флаш. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что сам флуд стал гораздо длиннее. Мы должны скопировать какие-то 10 на 16 байт стэка. Мы должны разобраться в том состоянии, где мы там совершенно. То есть код в код осталось гораздо больше. Германичальные инсамблеры показали, что, ну, на микробитчмарку, конечно, нормально, очень много. То есть, что с включенным PTI мы теряем порядка трех раз производительность. Ну, плюс 187% на этой операции. То есть, достаточно быстро люди осознали, в том числе и я, как и на всевозможном конкурсе. Но у этого есть возможность достучать группу отображений страниц, так называемой PCI-ID. То есть, при входе в ядро не происходит флаж всего адресного пространства, просто переключается группа элементов TLB, которые используются в данный момент. Это называется PCI-ID. Оно существует на всех процессорах, начиная с анти-бриджа, но на самом деле с анти-бриджа оно немножко не доделано. Оно было реализовано полностью на хазах. Вот, начиная с хазовов, PCI-ID действительно быстрый, и микробитчмарк теряет только два раза производительности на входе в ССПО. Но, реально, как нужно понимать, что это микробитчмарк. То есть, например, на любом нормальном тесте, когда он выполняет какую-то полезную работу, кроме вызова ССПО, ну или сами ССПО выполняются какое-то время, делают полезную работу, разницу заметить почти невозможно. То есть, например, перестроение всего дерева FreePSD занимает, правда, то же время на PTI включенном ядре, как и на ядре с PTI-будочкой. Единственное, что можно увидеть, это увеличение системного времени в три раза, но оно компенсируется теми хвостами idle, которые бывают при этом построения. А вот если вы делаете GATBIT, то есть ССПО, который ничего не делает, просто ходит или читает одно слово и обращает его, то вы получаете вот такие цифры два или три раза на сайт. Значит, вот цифры для сетки, опять-таки, это адаптер меланокса, попытки пересылки готовых на сайт часа, то есть это размер пакета, который не писал. Если вы пересылаете маленькие пакеты, то есть работы мало, то у вас много ССПО и вы видите, цифры сбазованные, то есть примерно 50-60% вы теряете. Если вы переходите на большие размеры пакета, вот это не я вам говорю, это размер пакета, который отсылает наложенные цены в России, в целом, то вы не замечаете изменения в производстве. Вопросы? Об этом я фактически поговорю, каким образом производится оптимизация. Да, значит, еще о чем я хотел поговорить, на самом деле, не только о AMD 64, подверженном проблеме, но и старый Допли, где с того, что существует, просто 30-летний, на то, что требует фикса, я хотел о нем поговорить, но не стопнует время. Времени нет, естественно, просто я расскажу там, интересно, там происходит полное разделение фастаста, д-драйв, поскольку он решили. Нет отношения до обыска вообще. Значит, вот, если кто-то заинтересуется слайдами, я просто собрал ссылки на самые важные вещи, которые касаются самого Мелтана при бизнесе. То есть, статья, страница вики, на которой все это трекается, коммиты и так далее. На счет вопроса, ну, конечно, в основном должна обращаться Kindle, а не ко мне вообще, как это там произошло, почему. Но у вас есть еще какие-то вопросы, я не буду обладать ко мне не слышать. So, I want to thank you, thank you for such a huge experience, such a great case that you described to us, and we would like to have a Q&A session for now, so if you have some questions, please, raise your hand. Otherwise, you can do it in Russian. Anybody? Oh, I'm sorry. Добрый день. Вы сказали, что Spectrum извили все процессоры, а как насчет более экзотических архитектур, типа PowerPC и более старых? Сколько я знаю, PowerPC спектр точно подвержен, но там, на более старых PowerPC, которые не Power9, используется так называемый Radius P4, который как раз реализует ПТА. То есть там ядерное использование из кадра строя постранства просто разделены за счет сегментации. Поэтому там его точно нет. А на девятке, девятка еще не выпущена, на западе. А что-то чуть более экзотическое, даже я примерно не могу вспомнить, там Enterprise, там BDHP я знаю свою линию процессоров, когда-то выпускала, что-то подобного типа. Ну, HP уже настолько экзотическое, мертвое, что просто, наверное, люди не идут, просто не интересуются вообще, но есть там люди. Но Spectrum скорее, если там есть аутофорта в диспектре скоррекции, допустим. Я понял, благодарю. Дополнение к этому вопросу. А, например, что-то более магические. DSP? Если там есть кэш, какие-то кэши, чему-нибудь, и спекулятивное исполнение, то скорее всего это есть. Но вопрос для DSP, а вообще это проблема или нет? Потому что для того, чтобы этой штукой быть проблемой, нужно, чтобы на машине исполнялся произвольный код, чтобы у вас были адресы на этой машине. Вы же не запускаете посторонних пользователей на DSP на такой процессе. В дополнение к предыдущему товарищу, насчет Эльбруса, это неизвестно ничего? Эльбруса? Да. Я стараюсь не интересоваться Эльбрусом. Понятно. Спасибо. А сэлбрусом, где какую машину на кайфу в Эльбрусском сочетании? Добрый день. У Эльбруса, скорее, какую я 64. А. Скорее, какую я интеллоэйтанину на Англии X86. Вот они как машина, то есть там они на Англию. Не знаю. Не, они просто как бы расстроили их живот это, типа, честная российская разработка Эльбруса, что там? Да, Эльбрусом, да, и в X86. Но разработчики Таймена, и Таймена, и Таймена, а таки, просто за ручка в Эльбрус. Насколько раз? Да. Будьте добры, а насколько вероятно, что с появлением защиты от вот этого гулятивного исполнения старые приложения перестанут нормально работать? Ну, там, сэклуты, какие-то... Крайне мало вероятно. Крайне мало вероятно. Все эти защиты скрывают какую-то часть микро-микро состояния и не влияют на состояние процессора, которое, видимо, для программных. Нормальным образом. Ну, если вы не меряете время доступа к кэшу, например, для своей программе, скорее всего для вас вообще ничего. Спасибо. Вопрос следующий. Кроме памяти ядра, что еще можно получить? То есть, доступ к ресурсам, считать что-либо с ресурсами и так далее, и защищать ли от этого трамполин? Ну, смотрите. Вообще говоря, спекулятивное исполнение очень аккуратно к кому, чтобы не влиять на архитектурно видимое состояние. То есть, спекулятивное исполнение останавливается, если вы обращаетесь к чему-то наподобие PCI-бара, который отмапливан и не киширует им образ. Поэтому, скорее всего, я не могу себе представить, каким образом вы могли бы даже попытаться прочитать, что, ну, а поскольку некоторое устройство причтения меняется в состоянии, то изменить состояние устройства с помощью чего-то наподобие спектора или гуманта. То есть, это все-таки в основном спекулятивное исполнение, которое касается только настоящей памяти и только того, что с точки зрения разработчиков процессора безопасно трогать и демпатентную область. Понятно. Да, то есть. Кроме памяти я драйвер какой-то истории исполнения программ, но, скорее всего, ничто не справлю. Не прочитать. Не прочитать. Ну, хотя, люди работают тогда не активно, так что, может быть, что-то так. У нас еще один вопрос. Сколько реально будет скомпрометировать код самого трамплина, загрузочного? Ну, смотрите, это не компрометация на даун, это не компрометация это возможность сочинения на даун. То есть, то, что вы прочитаете код трамплина, ну, вы можете прочитать его и висковник. То есть, оно не даст вам какую-то информацию. То есть, вы можете прочитать, что, я думал о том, что, на самом деле, например, в переходе в сискол, часть состояния сохраняется на вот этом стеке там полного. То есть, в принципе, другая нитка может, например, увидеть номер сискола, сохраняется ARX, который содержит номер сискола, который исполняют запрошенные нитки. То есть, другая нитка сможет это увидеть. В принципе, мы можем очищать, но, я об этом думал, оно усоверит исполнение, но, по большому счету, это не существенно находится. Да, оно позволяет организовывать то, что называется cover-чем. То есть, грубо говоря, вы марзианка, и можете сообщать такой нитке, в которой у вас нет прав на средственную коммуникацию, можете сообщать какую-то, ну, марзианке, грубо говоря, то, что вы хотите. Но, вообще целевая операционная система не сертифицирована по вот этим bitwire более низким уровням, тогда гарантируется, что нет абсолютно никаких cover-ченелов, никаких способов взаимодействия между отдельными людьми. Поскольку, у вас, есть общая адресная система, там, файловая система, все равно, не имеет большого смысла для прикрытия этого. По-моему, если вы пользуетесь Linux, то, чтобы это сделать 3BSD и велосипедомер … Anything else? It looks like we lost the part of our audience because of schedule shift, but I saw how during your speech audience is growing, and we had a lot of questions, everybody was participating. Thank you very much, Спасибо за просмотр!